Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. Война в Украине – это подходящее время для Республики Молдова сформулировать очень четкий план по урегулированию Приднестровского конфликта. Об этом говорит председатель партии «Перемен» Штефан Глигер. В то же время экс-депутат Юрия Ренице сказал, что власти Кишинева должны выступить с решительным обращением к молдаванам с российским гражданством о том, что участие в военных действиях наказывается в соответствии с положениями Уголовного кодекса, передает IPNMD. Председатель партии «Перемен» считает, что у Республики Молдова есть возможность урегулирования Приднестровского конфликта после того, как президент Зеленский заявил, что Украина готова помочь Республике Молдова восстановить свою территориальную целостность. Если будет официальное обращение по этому поводу от конституционных властей Кишинева. Республика Молдова до сих пор не внесла ясность в отношении Приднестровского региона и того, что она планирует с ним делать. Их оправдание в том, что у нас война в Украине, но в то же время своей свободой и суверенитетом мы обязаны украинской армии. Украина вынуждена держать на границе с Приднестровским регионом три моторизированные бригады численностью от 12 до 16 тысяч человек с бронетехникой, с другой техникой. Зато все, что может сказать Республика Молдова, это то, что нам нужна стабильность и дешевая электроэнергия. Украина отметила, что не хочет быть государством-агрессором, входить в Приднестровский регион для ликвидации 14-й армии. Поэтому необходимо выступить с официальным заявлением, которым призывают восстановить конституционный порядок на левом берегу Днепра, сказал Штефан Глигер в эфире передачи на канале Журнал ТВ. Бивший депутат Юрий Реница говорит, что существует риск вовлечения в военные действия граждан Молдовы из Приднестровского региона, которые имеют и российское гражданство, после заявления Путиным о частичной мобилизации. Российские граждане из Приднестровского региона являются также гражданами Республики Молдова. Многие из них являются и гражданами Украины, в том числе нынешние лидеры сепаратистов. Какой посыл доносят до сведения этих людей политические деятели из Кишинева? Насколько распространены сообщения, в которых четко говорится, что будучи гражданином Молдовы, если вы поступите на военную службу или будете участвовать в боевых действиях, то вы будете наказаны, сказал экс-посол Республики Молдовы в Румынии Юрий Реница. Пока никто не мобилизован в Приднестровском регионе, не существует явления мобилизации. В Приднестровском регионе у нас есть незаконные войска. Это около 1500-1700 военнослужащих, многие из которых имеют гражданство Приднестровского региона, они проходят внутреннюю ротацию. Кроме того, существует явление миграции. С начала войны официально из Приднестровского региона переехало 600 человек. Сейчас в регионе высокий уровень беспокойства, и я не думаю, что есть большое желание ввязываться в боевые действия, сказал директор IPRE Юлиан Гроза. На прошлой неделе посольство Республики Молдова в РФ сообщило, что участие молдавских граждан в военных действиях на территории других государств подлежит уголовной ответственности. По данным Министерства иностранных дел Республики Молдова, участие наемника в вооруженном конфликте, военных действий или в других насильственных действиях карается в Республике Молдова лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова